Ну что ж, сегодня последний день поста Те, которые выдержали до конца Давайте, наверное, мы пригласим пару человек на свидетельство, да? Моему кто-то бы хотел что-то рассказать Что этот пост дал вам лично Что этот пост дал вам и что это обозначает для вас Подойдите, скажите нам, если вы получили что-то особенное с этого поста Дайте микрофон Добрый день, церковь Я хочу засвидетельствовать Ну вот эти все школы, которые были, я их прослушивал Я старался их писать А вы представьтесь Я Владимир из города Днепропетровска, пастор в селе Ну я сельский пастор И что-то пытался делать Их читал, там молился Ну вот не шло оно Туго, не могу вот эти планы составить Ну, я сюда приехал Я говорю, боже, я отсюда не уеду Ну я тут или останусь, или забери меня отсюда Потому что я не могу в таком состоянии назад поехать И вы знаете, вчера, когда было свидетельство Как что-то открылось Как небеса открылись Я вспомнил Какую-то телепередачу Акулы бизнеса Где люди, ну, идеи чьи-то пытались Я думал, что они хотят людям помочь А Бог говорит, помнишь школу? Говорит, они пользуются чьими-то идеями Они их даром просто приходят Люди выдают Они их потом просто дорабатывают и используют Никто никому там помогать не будет Я думаю, точно Вспоминаю мультфильм какой-то Там ассоциативное мышление вспоминаю Думаю, боже мой Оказывается, это так легко Оказывается, это возможно Это реально Я так благодарен Богу, что я на этом посту Вот эти все уроки писал Там до полпятого утра сидел Я просто счастливый сейчас человек Я с новыми силами, с новыми идеями сейчас еду домой Новое вдохновение Ну, сейчас жить хочется Сейчас буду эту школу всю опять дописывать, доделывать, дорабатывать Спасибо вам, пастор А сколько дни вы здесь на посту? Десять Вы все дни Молодцы Спасибо вам Доброе утро Хочу сосвидетельствовать за стороной организатора Я чуть-чуть принимала участие в организаторе И мы все знаем, в какое время мы живем Что по-человечески это не самое лучшее время И это первый раз, когда мы тут проводим летний пост И опять И летний пост это в новом формате И что я вынесла для себя Я вынесла для себя, что мы никогда не должны ограничивать Бога Я вынесла для себя, что у Бога на все Слушать жизнь На все вопросы жизни есть ответ Даже когда мы Я подняла вопрос в воскресенье Вот служение здесь в воскресенье Что мы будем делать с семинарами И опять же Бог дал идею поменять местами И я просто для себя так много взяла, что очень важно не быть ограниченными в мышлении И очень важно всегда быть готовым Ну, поменять что-то Не быть, знаете, ригидными Как лучше по-русски сказать? Жесткими Жесткими То есть надо быть, ну, свободными в Духе Святом Но всегда быть готовым менять что-то То есть на все слушания жизни есть решение Еще для меня очень важно Несмотря на время, в котором мы живем Что у нас все равно проходят эти пости Проходят годовщины Что мы Мы не под давлением обстоятельства Но мы просто как караваны Мы продолжаем идти И для меня очень важно Что каждый раз, когда мы собраны вместе Есть особое присутствие Божие Вот окружение, которое обличает вот это бремя Так что я действительно очень много для себя взяла И я просто молю Богу, чтобы помог это все сохранить до конца Аминь Добрый день, я пастор Центральной Церкви, пастор Риля Я хочу засвидетельствовать, что для меня пост Это как жизнь, целая жизнь, пастор Такое впечатление, как будто я прожила столько всего за 10 дней И Бог открывал свою глубину Такое сильное было давление Бог выжимал все, что только можно Поправлял просто светильник мой И выпрямлял кривизны всякие в моем разуме Вы знаете, я просто пережила его глубину Вот именно глубину, полноту его пережила Я очень благодарю Бога И благодарю также за организацию За все, за все эти семинары Пастор, я благодарю вас Просто огромное спасибо 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 Слушайте, мы будем Давайте мы будем собирать пожертвования Пока мы слушаем, свидетельство Господь, благослови эти финансы Эти пожертвования Твои во имя Иисуса Христа Аминь Дайте, пожалуйста, кто-нибудь Добрый день Меня зовут Наталья Город Омск, Россия Впервые за многолетнюю практику посещения постов Я уезжаю с уверенностью, что у меня все получится И что все возможно Работа в команде Работа вместе с Советом Духовным Помогла мне почувствовать, что я действительно нахожусь в семье И огромное всем спасибо за такую возможность За вершины, которые мы смогли вместе достичь И, конечно, хочется сказать, давайте построим кущу и останемся здесь жить Но я понимаю, что нужно действовать И огромное спасибо за вот эти домашние задания Которые помогли реально выстроить планы на будущее И уехать уже с конкретными целями и задачами Огромное спасибо всем Огромное спасибо вам, пастор Здравствуйте, церковь Я в центральной церкви И на посту я только третий день Что для меня дал пост? Знаете, у меня была и шапка И ушанка И платок И еще и шлем сверху Потому что я как бы смотрела Ну, неплохой человек я все Злужу все А на себя я не смотрела И вчера апостол Белоножка И у меня Я на его семинаре У меня просто прозрение Семья у меня И Бог мне показывает Что это ты И Ну, все сразу открылось С чего начать И все И я очень благодарю за эти семинары Я благодарю апостола Белоножка Что Он открыл во мне Вот То, что недостатки были И Я теперь знаю Эту ночь я делала контрольную И Как бы еще Мне было много показано Моих возможностей И Внутреннего Моего потенциала Я благодарю За все Спасибо Благодарю апостол вас Спасибо Слушайте Пока мы слышим Эти свидетельства Есть люди Которые получают Исцеление Особенно Женские болезни И другие Оставайтесь присутствием Боже В хорошем Открытом духе И Принимайте Ваше здоровье Исцеление Правое ухо И так далее Микрофон мой Сделайте громче Так что Оставайтесь присутствием Бога Открыте сердце Чтобы Пока мы слышим Мы все Происходим Господь будет Прикасаться к нам Меня зовут Дима Я из Центральной Церкви И Хочу засвидетельствовать О том Что на посту Есть очень большая Благодать И Как я это Почувствовал У меня был Такой период В жизни Небольшой конечно Но был Что я переживал Эмоциональное сгорание Как служитель Я был Слегка разочарован В служении И у меня руки Опустились То есть Идти вперед Уже было трудно И буквально за три часа Семинара Даже на посту Произошло Полное восстановление Сразу Пришло как бы И понимание И помазание И благодать И источники опять пошли И вот этот джезл Который нужно держать Ну когда Моисей держит джезл А Иисус с нами сражается Этот джезл Сапучином Опять стал поднятым То есть И такие вещи Буквально за три часа То есть Интенсивность благодати Очень высокая Тут И Также Второе свидетельство Тоже Что есть даже место в Библии Что когда напали На царя иудейского Сириане И еще какой-то там Сын Рималиин И когда поколебало сердце его Вот тогда начались Самые большие проблемы То есть А когда сердце не колеблется Тогда даже если И внешние проблемы И трудности И атаки То все равно ты можешь стоять И вот за счет вот такого поста Даже Даже в небольших количествах Дается вот эта сила Чтобы сердце не колебалось И чтоб ты мог устоять А это какие семинарии ты посещал? Я посетил Я получил восстановление На семинаре Там где был пастор Сергей Пышный И его помощница Асана Анатольевна Это церковь Внутри и вне Да Очень хорошо Здравствуйте Меня зовут Людмила Город Днепропетровск Я хочу засвидетельствовать Что пост мне помог Узнать Какая на самом деле Как Бог Он смотрит на меня Как Он видит меня И И Здесь На посту я узнала Ценности Которые я должна Внедрить в себя Чтобы идти дальше за Богом И Чтобы быть новым посольством Божьим Потому что я была Ну Не в правильном положении Перед Богом У меня Не было многих ценностей Которых я услышала Я очень благодарна за это Что я могу быть Новым посольством Божьим И идти дальше за Богом Молодцы Добрый день церковь Меня зовут Юрий Я с России С города Тулы Позавчера когда Мы пели песню здесь все Было Было видение И не одно Это как Как клип Сейчас вот в нашей жизни Это как клип Картинка Но оно было настолько живое Настолько реальное Что я там как бы Двигался в этом Вот Началось с чего Вижу собрание А над сценой Облака Потом облака Раздвигаются Я пододвигаюсь Туда Ну меня как бы двигают Я стою Как вот есть полный рост Стою и меня подвигает Облака раздвигаются И я вижу там опять Сцена Люди Люди в белых Прозрачных одеждах А впереди Так вдалеке Далеко-далеко Так тоже Фигура человека Тоже Тоже такая белая Прозрачная Но от нее исходит Очень яркий свет Потом картинка Это закрывается Сейчас Я волнуюсь Чтобы не сбиться Далее Следующая картинка Водопад Ну такой Ну как Каменистая местность Такой Водопад Озеро И в озере Вижу Какая-то крупная рыба Хвостом бьет Летят брызги Вот Далее Я вот Как свой рост есть Двигаюсь по этой глади И с этой воды Изнутри Изнутри Летят капли воды Никто не брызгать Ничего Они как бы сами Из этой Из этой воды Брызги идут на меня Так Следующая картинка Это Большое пространство земли Очень большое Вот насколько глаз хватает Все покрыто водой И по По растительности По деревьям Я понял что это саванна Но воды немного Воды Ну как Немножко То есть закрывает едва Корни деревьев Следующая картинка Опять собрание Но не все Третья часть ее Ну люди Ну как реальные люди Не просто там какие-то очертания Ничего Реальные люди стоят Хлопают Хвалят Ну прославление Хлопают в ладоши А я сейчас расскажу Я по порядку сейчас все расскажу И последняя картинка Это я вижу Ну сначала Маленький глаз А потом мне Приближает к нему Этот глаз В мой рост И наверное Скорее всего Для простоты Моего понимания Это был Глаз Когда вот фильм Все смотрели Страсти Христовые Когда он уже Висел на кресте Распятый У него один глаз был Заплыш А второй Этим глазом Он смотрел Я вот увидел Реально вот этот глаз Перед собой Ответ Ответ пришел Частями Не сразу На все Первое что я понял Это то что я увидел этот глаз Это то есть Глаз кого Второе вот это собрание То есть Небеса к нам спустились Следующее По саванне Это уже по дороге Отсюда То есть это Время позднего дождя То есть Вода была очень спокойна Как бы земля Насытилась Этим присутствием И впереди 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 Будет Ну как Растительность будет расти Урожай Очень-очень обильный урожай Потому что очень большое Пространство земли Так 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 А Собрание Третья часть Это Когда я писал Контрольную В тот вечер Мне как раз пришло Ну как бы Внимание Почему вот эту Третья часть собрания Это У меня это был Одиннадцатый урок контрольный Послушание Привлекает взор его И жизнь с избытком И близкими отношениями То есть Третья часть церкви У которой есть Которые живут Послушание И близкие отношения С Богом К большому сожалению И самое последнее Откровение Пришло это уже утром По водопаду Так Водопад Источник зданий Исходящий От старшего Пастора Церкви Рыба Бьющих хвостом Это те кто проводили семинары А брызги из воды Которые Самое произвольное Это те знания Которые мы получили И сколько нам еще предстоит получить То есть Мы получили только брызги Того что еще Есть В этом водоеме И два слова По этому По посту Я был в декабре Был в декабре здесь на посту После поста я Бежал Потом шел Потом полз И потом Карабкался Но я знал что впереди У меня еще пост Впереди река У которой я могу набраться сил Передохнуть Но Все равно двигался вперед И когда подполз к этой реке Я увидел что на ней еще стоит плот Я сел на этот плот И поплыл То есть Было уже Ну как Не искание чего-то на этом посту А было уже все готово Бери и плыви Вот И насколько далеко я уплыл Я пойму наверное когда только домой приеду Насколько далеко я Спасибо большое Все спасибо Будьте благословенны Ну что ж Мы приехали Несколько Инностранцев Тоже Здесь есть Из Эстони Да Сестра Мер Мер Здравствуйте Ради вас видеть Здесь есть Венгрия Венгрия Сестра Роза Это Эстони Это 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 äusura Аплодисменты. который, может быть, кто-то из вас помнит или знает, потому что он каждый год приезжает на пост и делает отсчет, потому что он как бы наш представитель, мой представитель. Он возглавляет Институт творчества истории в Африке, который мы начали. И он профессор, 30 лет прожил в Америке, а потом познакомился с этим откровением и решил его нести дальше в Африку. Перевозчик есть, и он будет дать нам отсчет о той работе, которая делается в Африке. Перевозчик есть, или нет? Доброе утро, церковь. АПЛОДИСМЕНТЫ Для меня это большое наслаждение приезжать каждый раз в этот город Киев. Сидеть возле вашего пастора, Моего наставника, Моего брата, И также у моих друзей, Пастора Сандей и Пастора Босе. Мы так гордимся вами. АПЛОДИСМЕНТЫ И также для нас огромное наслаждение, радость видеть лидерство этой церкви, епископа, пастора Наташу, пастора Топе, и всех других лидеров этой церкви. Мы любим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АМАЧАЛИ 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 ПЕГИ В феврале 2007 года около 15 человек приехали сюда в Украину из Нигерии. И мы имели такую огромную привилегию как сидеть, провести время с Пастором Сандеем две недели under the wonderful guideline of Люда Калитенко. Мы любим Люду. Мы берем Люду. Мы его заберем в Нигерию. Да, мы любим Люду. Но после этих двух недель с Пастором Сандеем мы вернулись в Нигерию. И мы составили расписание. И мы начали Институт национального преобразования. Чтобы запустить все эти принципы, которые здесь работают в Украине, национального преобразования по всей Африке. И so in March 2008 Таким образом, в марте 2008 года мы открыли Институт национального преобразования. И Пастор Сандеем приехал туда, чтобы провести инаугурацию. Поэтому я приехал сюда, чтобы дать вам отчет. Потому что вы дали нам это рождение, этому институту, поэтому мы чувствуем себя должниками, что мы должны вам давать отчет о том, то, что вы посеяли в нас. Для того, чтобы вы могли нас исправить, направить, откорректировать где-то нас. Но прежде чем мы продолжим, я бы хотел показать вам некоторые слайды и дать вам понять, что происходило в Африке. Если вы не поймете историю, вы не сможете тогда просто понимать и корректировать историю. И я хочу поделиться этими материалами с вами по двум причинам. Чтобы дать вам понять, какие насущные проблемы и вызовы есть сейчас в Африке. И также вдохновить вас, чтобы вы продолжали молиться, может быть, всячески поддерживать, чтобы Царство Божие распространялось и усиливалось в Африке. Таким образом, чтобы узнать историю, я хотел бы начать с временем колонии. Если мы пойдем в 1855 год, европейские страны проводили конференцию в Берлине. И это было на этой конференции что они решили, как разделить Африку. Поэтому те страны, которые выделены синим цветом, они принадлежали Франции. Те, которые в оранжевом цветом в Берлине были рулены в Англии. Те, которые в фиолетовом цветом, они отошли в Португалию. Те, которые в фиолетовом цветом, они отошли в Португалию. Германия, Испания, Германия разделили. Таким образом, когда они разделили такую карту Африки, they were simply using longitudes and latitudes, straight lines, curves, in other words, они просто механически это сделали. And so, the process was actually dividing people. It was a chess game. Without any regard for people that were already on ground. The Prime Minister of England at that time, his name is Lord Salisbury. Lord Salisbury, he's the Prime Minister of England during the time of colonialism. He said, we have been giving away mountains and rivers and lakes to each other, only hindered by small impediments that we never knew exactly where they were. Can you read it from the screen? We разделяем между собой моря, земли, но реки, но мы даже не знаем, где это все находится. It was a chess game. It was a chess game. But, I think God's hand was in colonialism. Because those nations that came to colonize Africa had already used the principles of the Bible to transform their nations. So, God wanted them to bring those principles back to Africa. Galatians chapter 4, verse 1 and 2 says, A hare that was even though he's the hare, but as long as he's a child, he's the same as a slave. So, africans, even though they own the resources of the land, as long as they were children in how to administrate those things, they were still slaves. They must be mentored. Okay. Now, when the colonial masters came to Africa, there was division of labor. The church was given the responsibility to disciple the people. The economic was handed over to the private sector to run. While the colonial masters only minded themselves with governance. think about it. Think about it. The church was asked to disciple the entire continent. What if they had done it right? And told them the principles that Pastor Sunday is teaching us today. What if God's embassy were the church given the opportunity at that time to disciple a whole continent? What would that continent look like today? What would that continent look like today? Think about it. That's why what we are doing here is so important because you can be sent out to disciple a nation. What would you teach them? What would you teach them? Principles or religion? The church at that time taught the people religion but they didn't develop them. It was a missed opportunity. It was a missed opportunity. in Ephesians 6 chapter 1 chapter 1 chapter 1 chapter 1 obey your fathers in the Lord. But fathers do not provoke your children to wrath. But bring them up in the admonition of the Lord. of the Lord. Africans were supposed to submit to the colonial masters to be mentored to be taught the principles of God which had already transformed Germany, UK and the rest of Europe. But the colonial masters were supposed to bring up Africans in admonition of the Lord. but not provoke them to wrath. But unfortunately they didn't bring them up. The church didn't teach them principles. The church didn't teach them character. rather they enslaved them. They belittled them. And by so doing by doing that they provoked many of them to wrath. They just and they rebelled. They wanted independence even before they had been trained to rule themselves. and the same thing happens in church. Pastors that don't want to sit on that tutelage until they become matured to manifest. and they leave too early. And they don't achieve the results. Let me just show an example of how the colonial masters instead of raising the people abuse the people. I want to show you an example of how the colonial masters instead of raising the people abuse of Congo under the leadership of King Leopard II. King Leopard and Belgium saw Congo as a piece of real estate to manage. Not a people to develop. In other words, they were looking at them with economic eyes, not godly eyes. And so families were given quarters of work, the amount of work to do every day in Belgium, I mean in Congo. And when families do not meet their quarter of work, the limbs of their children were cut off to teach the family a lesson. And as you can see here, children penalized because their fathers did not meet their assigned quarter. in the meantime, they Если родители не выполняли план на день, который им давали, то детям, как наказание для родителей, их детям отрезали руки. И так как показано здесь на картинке. Now, the Catholic Church that was overseeing that was busy producing priests instead of developing people who are capable. Поднимать, воспитывать людей, которые могли бы это делать. Now, in 1960, Конго became independent. Remember the reason for colonialism is for fathers to teach their children and bring them up in the admonition of the Lord. But, Конго, instead of developing the people, abused the people. I mean, Belgium. And so, they wanted Belgium out. So, when Конго became independent in 1960, Four days after independence, the whole nation crumbled. Disintegrated. Because nobody was developed to run the nation. Within six months of independence, the whole nation has totally become chaos. Let me show them the data for Kongo at a time of independence. At a time of independence, no Congolese had had any experience in running government. Of 1,400 civil servants, almost all of them were Belgians. Only three were Kongolese. There were only a total of 30 university graduates in the whole nation. But there were, in the whole nation, no doctors, no second school teachers, but there were 600 priests. How can such a nation sustain a country? How can they? How can they grow up? How can they grow up? сейчас нет или вы не то что профессор пытается сказать это то что этот это то что бог допустил колонизацию из-за того что эти страны которые делили африку они уже прежде пережили крестьянскую реформацию и крестьянство уже проникла в европе хотя этих страны были эти руководители были без божьи без божьими они хотели выгоду они хотели украсть и воровать богатство африки но бог все равно допустил это для того чтобы они могли через это их не но их не аж нас принести в африку нет но но cенности саства божьего чтобы они могли принести свет в африку поэтому когда но правительство воровало все эти богатство там параллельно были миссионеры и эти миссионеры должны были действительно ушить народу и принести свет но вы видите как они относились да ну правительство не отрезали руки а в это время на миссионеры не не делали то что они должны были делать а не занимались религией Вместо того, чтобы освещали и просвещали народ. И он говорит, что когда родители, он говорит, колонизаторы эти страны, которые европейские, они были как родители для африканцев тогда. А написано, что родители не должны провоцировать, раздражать своих детей. И именно когда начали отрезать руки твоих детей и так далее, страна была раздражена. То есть дети были раздражены и провоцированы против родителей. И поэтому начались национальные освободительные движения, которые его смущались и требовали независимости. И они-то не знали, что независимость нужно получить только зрелым людям. Поэтому он говорит, что даже наследники, пока он ребенок, младенец, что нельзя доверять им ничего. А он раб. И это были еще младенцы. И он говорит, как пример, что там было до 5000 государственных служащих, которые правили страной. Но из этих пяти тысяч, которые правили страной, только три были африканцы. Все остальные были европейцы. И когда эти национальные освободительные революции начались, все европейцы уехали. И только три человека остались грамотными, которые могли бы что-то делать. Не было школ, не было врачей, не было учителей. И поэтому Африка развалилась. Потому что не было грамотных людей. И только 30 человек вообще закончили университет. То есть получается, что вся страна на 50 миллионов не было кому править. Потому что священники и церковь не сделали то, что она должна была делать. И он говорит, что нам тоже Бог дает такую же возможность сейчас. Он говорит, а если бы нам была дана возможность идти, научить народов, как было дано европейцам тогда, справимся ли мы? И говорит, и пастор Наташа говорит, слушай, мне здесь, какая это возможность, если бы нам дала... Сейчас Китай откроется, и арабские страны откроются. И нас тоже позовут, чтобы мы пришли и сделали учеников, народов. Справимся ли мы? И пастор Наташа говорит, какой это шанс? А я говорю, нет, я не уверен, что мы справимся. Потому что если наши люди не будут подготовлены, кого нам послать? Допустим, надо будет тысячу миссионеров послать, или пять тысяч миссионеров послать. Насколько мы будем готовы на сегодняшний день? Когда никто даже из Кива не хочет уезжать. Когда даже два миссионера не можем послать в Россию, или три по Украине. То есть нам надо быть более ответственны за Божье призвание, чтобы нам сейчас уже готовить людей, но и не подвести Бога, когда Он откроет нам дверь. Пастор Сандай, спасибо. Пастор Сандай, спасибо. Я не делаю эту презентацию, как обвинить кого-то. Но цель этой презентации, чтобы показать вам, что если церковь не понимает своего предназначения, они разочаровывают тех людей, кому они были посланы. И таким образом все поколение, оно просто остается в цепях рабства. Моя величайшая радость в том, что посольство Божие, оно поднимает новое поколение служителей, которые пойдут, куда бы они ни пошли, в какой бы народ они ни пошли как миссионеры, они придут туда как наставники, которые будут насаждать принципы Бога, чтобы взращивать и поднимать, развивать людей. Это то, что называется воспитывать народы. Поэтому те ранее церкви, которые были посланы в Африку, чтобы воспитывать, поднимать народы Африки, они провалили этот экзамен. Давайте посмотрим на Анголу, как следующий пример. Ангола, the colonial masses in Ангола never allowed Анголans to be developed beyond Standard 4. What is Standard 4 here? Колонизаторы Анголы никогда не позволяли населению Анголы подниматься в своем развитии выше Четвертого класса. Это самое высшее образование, которое могло получить население Анголы. Поэтому самое высшее образование, которое могли получить народы Анголы, это уровень Четвертого класса. И церковь смирялась с этим. The Reformed Dutch Church of South Africa actually preached that blacks are inferior. So, they had a different education system for blacks that only developed in halfway, while they have a good education system for white people. Представляете, у них было даже две системы образования. Одна система для белых, которая помогала им подниматься выше и выше. И вторая на 50% всего потенциала они сделали для темнокожего населения Африки. В Южной Африке это было. Now, here's the irony. И вот в чем ирония этого. Today in South Africa, на сегодняшний день, Южная Африка, blacks are in power. Вы представляете, сегодня темнокожие люди, они управляют Южной Африкой. So, the black people, they refused to develop, are now ruling over them. Представляете, они тогда отказались воспитывать, поднимать, развивать темнокожих, а на сегодняшний день, именно эти же люди управляют всей страной. And they are complaining that things are not working very well. Did you teach them well? А теперь они, как бы, возражают, что белые, как бы, негодуют. Почему темнокожие не могут, ну, нормально управлять страной, что почему так все происходит плохо? Потому что в свое время они отказались их воспитывать. Они не научили их, как управлять страной. What if the Dutch Reformed Church of South Africa had taught South Africans the principles and the values and the systems you're learning here? Would South Africa not be different? Представляете, если бы церковь когда-то учила бы темнокожее население Южной Африки принципом Божьим, высоким стандартам, неужели бы была бы та же ситуация на сегодня в Южной Африке, что мы имеем? Every truth we fail to live out, we will pay for it later. всякая истина, которую мы собираемся, как бы, избегаем ее, не делаем до конца дальше, мы заплатим намного больше, мы поплатимся за эти ошибки. It delays God's agenda. И это замедляет расписание Бога, исполнение Божьей воли на земле. Anyway, in March 6, 1957, много африканских лидеров who had been provoked to wrath started to rise up and say, enough is enough. We want to throw away the colonial rule. We решили выгнать всех колонизаторов. Not because the church has fully matured them to be sons, but because they are tired of the oppression. But because they were already слишком изнемождены и уставшие от этой агрессии и рабства. Pastor Sonde, when he came to Nigeria a few years back, несколько лет тому назад, когда Pastor Sonde приезжал в Нигерию, shared a scripture that has had so much impact on me. Ecclesiastes chapter 10 verse 16, 17 And he says, War unto you, O land. When your king is a child, the princess will feast in the morning. In other words, when your king is a child, there is no priority, there is no maturity, so everything goes. Now, here is the implication for Africa. Because the church did not take time to raise sons to whom they can hand over the nations, they handed over nations to children. And the word of God says, War unto you, O land, when you are ruled by a child. But blessed are you, O land, when you rule by son of nobles. To change Africa, we must begin to raise sons. Sons of nobles. And put them in position of government. To effect or implement kingdom principles. I'm going to just move forward and I don't want to spend statistics. Let me just show them these statistics. This is Human Development Index for the whole world. The ability of nations to develop their people. The ability of nations to develop their people. The nations that are in green, they develop their people from between 80 to 100 percent. The ones in yellow developed their people from between 50 percent and 80 percent. But the ones in red develop their people to less than 50 percent of their ability. that means there is no infrastructure or systems on ground to develop the people. What Pastor Sunday calls an enabling environment to train the people. And you can see all of them are in Africa. If Pastor Sunday had never left Africa, all this talent he has may never have been developed. That means there are so many Pastor Sunday Adelajah in Africa now. I would have been carrying firewood and selling pap in the morning and say are you ready to buy pap? The pap seller has come. Now I say that to show you that the the richest land part of Africa is not the oil and the natural resources. It's actually the grave yards. people die with all the talents still in them. This is what they call the failed state index. It's a measure of how stable countries are. well if you look at it many of the dark shaded areas are in Africa so some of the most unstable states are in Africa. And the people that have suffered the most are women and children. For example in Africa an average population is between 60 and 70 percent youth. So the largest portion of African population are youth. In fact United Nations did a survey and found that an average African today is an 18 year old girl living in the village. So that means for Africa to develop in this season we have to find a way to empower women in the village. So what we need to do is to find ways to reach these girls in these distant villages to teach them to teach them to teach them. women will make Africa proud in this season. I think all the women should clap at this time. Yes. Now this is a typical picture of an African youth. No education no employment no hope for the future. And this is an appeal to whatever you can do to support us in this move. And I appreciate the ministry in Malawi and Mozambique. I know God's embassy is already making impact in those two nations. Now the African population today is 820 million. By the year 2030 which is just 20 years from now Africa will be 1.5 billion. So we need to work harder today to save disasters in tomorrow. That's why we formed the Institute for National Transformation. Our vision is to raise leaders that will change Africa by the year 2030. our vision is to raise up and teach new leaders who will lead to Africa to other Пастор Сандей, of course, is our patron. He's the father of the institute. Now, when students come to the institute, and when they graduate, we deploy them in one of the seven spheres of the society. In education, in politics, economic, media, religious or the church, the social sphere, and what we call the celebration sphere. Celebration. That's sports, entertainment, culture and art. Now, we read a lot of books. This book is about 700 pages. They have to read it and summarize it in three weeks. and there's another book. The second book they read is called By the Future. We also read a book about Singapur, how Singapur changed from being a third world to a first world nation. This book is about 800 pages. Another book we read is Good to Great. Good to Great. Church Shift by Pastor Sunday and they get a certificate at the end. I don't know if they see the pictures. This is the first Nigerian graduate. I don't know if you see it's the first of our institute. The second Nigerian graduate. Now, this is the president of Uganda inaugurating the institute in Uganda. It's the president of Uganda that came to the graduation of the Uganda class. This is a recent graduation in Nigeria in Abuja in May. Now, can you give us a general picture of the scope of the institute of the school. So far right now the summary of what you've been able to achieve for these few years. Yes. In fact, I think the next let me just show it. By the way, Pastor Sunday, can I talk about this? The institute runs for five months. Five months. And each month and we meet one weekend a month. All day Friday, all day Saturday, and we cover seven topics. now, at the end of the five months, they have to write a project of what they will do in this society. Now, this bus is an INT project. In April last year, a young man wrote his INT project to design a new brand of bus. that has seatbelts and no standing room. Because the law of Uganda does not allow people to sit in bus without seatbelt and also it doesn't allow them to stand. But this student has been trying to lobby government to change the law. But the government won't change the law. So when he came to the institute, he designed this bus and the government liked it. World Bank liked it. It's now fully funded and in November last year, six, the first six models were shipped to Uganda to be test driven. So now it has been patented and the whole East Africa has now adopted started it. And Pastor Sunday he has also come up with a solar powered model. A solar powered model. many companies have also come out of the institute. Two months ago, the graduate of INT Uganda was appointed to the High Court. So I just want to thank Pastor Sunday and the rest of the church for your support. The institute is now growing. we are now in five nations and we continue to grow. Thank you Pastor Sunday. Thank you. Thank you so much. Thank you. I don't know if you understand the importance of the I here in Europe. I this in Kiev can take a Korean and never I return to Africa to find your country and your country. It is a big question. I would send you the Russian and speak English. They speak It is a good that I Начался профессор Винсент, который принял очень хорошо на высоком уровне. Когда президент страны уже открывает свою школу, твой институт, это значит, что это о чем-то говорит. Представьте себе, что Иисус открывает год, ну, в сентябре, и президент страны приезжает открывать. Это говорит о влиянии. Когда выпускник становится главой Верховной Суда, это говорит о чем-то. Когда выпускник изобретает такие автобусы, которые все страны региона начинают пересадивать своих людей, даже таких автобусов у нас еще нет. Потому что, по-моему, у нас еще нету пристегивающих автобусов, да? Даже у нас, по-моему, даже в автобусах некоторые люди еще стоят, да? А вот в Африке, почти все у нас вот такие. Все. Вот, а тут уже вообще там не стоят, только сидят и все. Даже в Европе нет таких автобусов, вообще в мире нет. И выпускник делает такие автобусы. Представьте себе, разве это не победа вообще? И вот такие автобусы уже в пяти разных странах. А, нет, не автобусы, а такие институты уже в пяти разных странах. То есть, это институт, который будет поднимать будущих лидеров, экономических лидеров, политических лидеров, социальных лидеров и так далее, на которые этот континент может сейчас подняться. Так что, давайте воздадим аплодисменты Богу за профессор Винсент. Молодец. Он оставит свою. Его жена работала в России в Америке, это ваши деньги. Они оставили эту работу, он работал профессором в университете, оставили. И теперь они живут только на пожертвовании, которые дают людям. То есть, чтобы просто поднимать пожертвования и нести это видение, которое мы с вами здесь. Которые они приезжают сюда, берут от нас и едут потом в Африку и несут. Так что, и конечно, слава Богу за Пересветов, который делает огромную работу тоже в Африке. Так что, если кто-то еще призван в Африку, вот, готовьтесь. Ну что ж, все уже получили хлебоприломление, нет? Не все. Кто еще не получал, поднимите руки, чтобы к вам принесли. Или все уже получили? Кто-нибудь есть, кто не получил хлебоприломление? Все получили. Хорошо. До того, как мы будем делать хлебоприломление, давайте, наверное, будем молиться за двоих людей. Вот здесь есть сестра, она приехала аж из Луксембурга. И она сейчас проходит облучение, или как называется, химическое что-то. Химиотерапия. Подойдите, пожалуйста, сюда, Гулия, сестра, чтобы мы за вас помолились. А также говорят, что наши... Елена Еременко. Елена Еременко. Помните нашу актрису? Она сидела на коляске здесь, была, и у нее ухудшилось состояние также. Также, подходите, просят помолиться за них. Так что будем... Давайте прозьмем руку сюда, к нашим соскам, будем молиться за них. Господь во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твою исцеляющую силу. И Ты говоришь, что ранами Твоими мы исцелены. Мы говорим это слово и призываем кровь Христа на ее дух, душу и тело. И постанавливаем исцеление, восстановление во имя Иисуса Христа, крепость и здоровье в ее телу. И мы благодарим Тебя, Отец, что это ко славе Твоей во имя Иисуса Христа. Что Твоя святая кровь, она омыла ее тело. Твоя святая кровь, она исцелила ее во имя Иисуса Христа. И мы благодарны Тебе за то, что Ты услышал ее и ответил, и исцелил ее. Отец, и мы молимся также за Елену Еременко. Мы просим Тебя, простри свою руку, простри свою руку на исцеление во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем всякое прогрессирование ее болезни в ее теле именем Иисуса Христа. Развитие мы аннулируем во имя Иисуса. И мы проклинаем всякую немощь, всякие боли в ее теле, в ее организме во имя Иисуса Христа. Постанавливаем восстановиться и начать восстанавливаться. Быть крепким здоровьем, быть сильным телом во имя Иисуса Христа. И мы славим Тебя, Отец, за то, что Ты, Господь, говоришь в Своем слове. И Твое Слово, оно сильное, и оно послано для того, чтобы исцелить и восстановить. Во имя Иисуса. Аминь. Также у кого опухол в груди, Господь исцелает вас. Когда мы будем сейчас проводить это клепоприломление, а также, какие бы ни были болезни и проблемы, просто веруй, примите, что это клепоприломление само принесет здоровье, здравие, крепость. Потому что это кровь его, это его жертва, искупительная жертва. Что это пройдет во все органы. У кого-то по-женски утробы, и не как это, ну не утробы, как называется, матка. Но проблема, Господь также прикасается к вам. И чтобы у вас не были, просто, ну, доверьтесь Господу сейчас, что сила воскресения пойдет с нами. Также давайте будем довериться Господу, что это клепоприломление подкрепит все ценности, которые мы уезжали на этой неделе. Что эти ценности пойдут с нами, и что мы станем явителями Царства Божьего. Что мы станем нести принципы ценности Царства Божьего через все наши служения и через все каждые из наших шагов и деятельностей. Господь именем Иисуса, благодарим Тебя за этот пост. Это не обыкновенный пост, это уникальный пост. Мы благодарим Тебя за возможность быть участником этого поста. Это не просто пост эмоций, это не просто эмоции, это не просто чувства, а это намного больше, это ценности, это качество. Благодарим Тебя, Господь, что на этой неделе Слово стало плотью. Мы это чувствуем, что Твое Слово стало жить в нас. Слово реально стало плотью в нас. И мы просим, Господь, чтобы это Слово, которое понял, благодатью истины, чтобы она начала, Господь, являться в нас, чтобы благодать Твоя, благодать Твоей откровения, благодать Твоей ценности начали проявляться через нас век здесь, чтобы, Господь, истина, которая несется в этом Слово, чтобы это Слово, эта истина начала простираться через нас во всех местах, откуда мы ни были, где мы ни занимались. И мы благодарим Тебя, Боже, за доверие, за открытое небо, за Твое посещение. Господь, из нас поднимите новый народ, кому можно доверять народу и континенту. Господь, доверь нам, Боже, страны, доверь нам, Господь, города, доверь нам, континенты. Доверь нам, Господь, масса людей. И дай, чтобы мы могли принести их Твоим ногам. Будь прославлен. Господь, мы входим в этот завет с Тобой, что этот завет, который никто не разлучит, и никто не разлучит нас с Тобой. Мы будем соединены с Тобой навечно. Ни страдания, ни гонения, ни ненависть, ни трудностей, ни нищета, ни богатства, ничего не разлучит нас с Твоей любви. Слава Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа. Вестору Божию скажет. Давайте, пускай каждый поговорит с Господом на минуту, и мы примем это хлебопреломление с верою, со глазем, что мы просим, что Господь делается сейчас во имя Иисуса. Слава Тебе, Боже, в Киеве, благослови это вино во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я хочу, чтобы вы поняли сюда все наши учителия, которые учили, члены апостоловского совета, которые учили на этой неделе нас. Я хочу, чтобы мы выразили свою благодарность всем, братьям и сестрам нашим. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Благодарю! 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 Что со мной случится! Благодарю! 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 Спасибо. Я хочу поблагодарить за постаражение и Алену Добровольскую. К сожалению, нет сейчас. Я попал на... Постаражение? Женя Королев, да. Я попал на их семинар «Почему мы невеликие?» И увидел, что он помог мне увидеть, что я великий на самом деле внутри себя, но я в это не верил. Сколько меня не убеждали, сколько не внушали пастор и много кто вообще, вот пастор Сандей постоянно, но я не мог в это никак поверить. И через этот семинар я увидел, что я могу что-то сделать для того, чтобы стать великим, что я могу что-то достичь для того, чтобы моя страна, мой город, мой народ, они не жили той жизнью, которую сейчас ведут. И даже двигаясь, ну, ездя здесь по Украине, я вижу уже некоторые вещи, которые можно было бы изменить, какие-то вот, что называется, терные волчицы этой земли, которые можно сломать здесь, необходимо здесь сломать. И в моем городе тоже. Я очень благодарен вам, пастор, что я имею эту возможность быть в вашей церкви, служить пастору Юлии в Северо-Западе, в Санкт-Петербурге, и что новое посольство, ну, я туда тоже как-то вошел. Спасибо вам. Спасибо вам, пастор. Ну что ж, может, кто-то из спикеров хотел бы сказать что-то, да? Я хочу сказать, что все новое, мы новое посольство, и все новое начинается с малого, с небольшого. И новое посольство – это не только новый апостольский совет, новое посольство – это все вы. И для меня вы все герои. И я увидела, что вот этими новыми формами, новыми форматами пастор Сандей, по сути, хочет сохранить наше спасение. Только когда мы будем ценить свое спасение, мы сможем оценить жизнь других людей, понимаете? И можем донести им действительно то, что хочет, ожидает Бог от нас. Мы живем в такое последнее время, когда восхищение церкви, ну, уже не за горами. И только благодаря вот таким вот людям, таким героям, как вы, мы сможем принести Царство Божие на эту землю. Я просто увидела, что мы все заплатили цену, понимаете? Пост стал для нас ценностью. Если раньше там постоянно были какие-то гуляния, тусовки, то сейчас даже живого человека не уйдя было увидеть возле палатки. И мы заплатили цену. И раньше пастор Сандей сам просто с утра до вечера учил нас, я помню это. Он сидел впереди в этой жаре, в холоде. И он хотел быть для нас примером, но как-то люди не могут оценить то, за что они не платят цену. И то, что мы стояли в этой жаре, в этих трудоневыносимых условиях, и учили, и участники поста приходили и принимали живое участие. Это, я думаю, что это был какой-то особенный замысел Бога, чтобы у нас произошла переоценка ценностей. И во мне лично произошла эта переоценка ценностей. Единственное, о чем я сожалею, что я не имела возможности побывать на семинарах моих коллег. Спасибо вам большое, пастор, за то, что вы так старательно и настойчиво пытаетесь сохранить нас, своих детей, для Бога, для Царства и для Вечности. Я хотел бы присоединиться к пастору Наташе и хочу сказать две вещи. Во-первых, самое большое, то, что на меня произвело впечатление в этом посте, лично на меня, это то, что сделал пастор Сандей через этот пост. Вообще, что он в таком формате произошел. Вы представьте себе, испытывая колоссальное давление на себе со всех сторон, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны религиозного мира. Человек не только не сдался сам, но он еще сумел так сблизиться с Богом. Это же колоссальный труд, чтобы придумать вообще вот такой формат, придумать все эти тренинги, все вот эти задания. Это же, ну, вы все знаете, что когда трудно на тебя давят, тебе уже не то, что думать не хочется, тебе лишь бы выжить, не до жиру быть бы живым. А это показывает о том, что действительно для пастора Сандея истинной ценностью являются люди. А если люди, это значит Бог. И пастор пытается нам это передать. И знаете, и большое спасибо вам, пастор, что вы в такое нелегкое время, вы платите такую невероятную цену. Это благодаря вам это все. Мы просто вошли в ваш труд. Мы просто можем поддерживать ваши руки. И для меня огромная честь было участвовать в этом посте. Конечно, жарко, трудно, но это все ничего не значит по сравнению с тем, что вы дали нам шанс и возможность идти в ногу с вами, в ногу со временем, в ногу с Божьими целями. И быть участниками этого нового закладывания, нового фундамента, нового посольства Божьего. Сейчас через этот пост залился такой железобетонный фундамент нового основания, которое есть Христос. Каждый из нас, мы уже уезжаем отсюда другими, уходим отсюда другими. И в Библии написано, кому много дано, с того много и взыщется. Вы знаете, самое главное, не только сохранить эти ценности, которые мы получили здесь, но еще самое главное, как я вижу, это еще суметь нам по местам, там, где мы постыря, там, где нам доверено, суметь передать все вот это новое, все эти учения, контрольные, новый подход к взращиванию людей и утверждению их во Христе, суметь передать там по местам, чтобы те, кто не был на этом посте, они сумели догнать хоть как-то, сумели войти в эту новую струю благодати. Большое спасибо всем, что вы, невзирая на нелегкие погодные условия и, может быть, финансовый кризис, вы сумели найти возможность быть здесь. Лично я это очень ценю. Я чувствую, что мы настоящая Божья семья и мы настоящая Божья армия. Я с кем-то... Что там шуметь? Что там бьет что-то? Проверьте. Я вчера разговаривал с кем-то и говорили, что после того, как они побывали на ритм, но на семинаре по оцениванию со света Божьей, что это то же самое ощущение, как после клинической смерти, что Бог просто дает шанс попасть на небо и увидеть себя, и как Бог тебя оценивает и посылает тебя обратно на землю. Что это действительно реально, как будто действительно умер и пристал перед Богом. Кто еще? Кто-то еще уже сказал? Пастор Босараша. Да, я сначала хочу поблагодарить всю нашу аудиторию, потому что все были открыты, все были, у всех были обучаемый дух. Несмотря на то, что некоторые из нас, мы учили вас первый раз, мы могли почувствовать вот это принятие, вот это почитание, и это сделалось так, что учить вас для нас стало очень легко. Так что спасибо вам большое, что вы являлись обучаемой аудиторией, что у вас не было дух соблуждения, что вы не живете, знаете, слухами, но вы действительно приняли решение идти до конца. И хотя я сейчас повторяюсь, хочу поблагодарить пастора Сандея, потому что, может быть, вы не знали, но у нас получилось так, сработаться и в команде, и с вами, благодаря тем требованиям, которые пастор Сандея предъявил к нам. Мы не такие хорошие сами по себе, вот, мы просто вам дали, ну, то, что пастор потребовала от нас, поэтому... Когда пастор требовала, вы все бурщали? Вообще, когда, лично, когда я узнала о новом формате пастора, я говорю, боже мой, что это такое? Знаете, это первичная реакция, это нормально. Но самое главное, чтобы у нас просто был обучаемый дух и послушание, потому что по человеческой натуре ты привыкаешь к привычному. Мы уже пост проводим, ну, какой год, а тут такое координарное изменение. Вообще, это нормально, ну, первая реакция. Но самое главное, ну, иметь и справлять себя, быть послушанием, чтобы не было... Честно, я не знала, как это будет. Я говорю, ну, поживем, увидим, как это, ну, как это будет. И я вижу, что действительно мы не все знаем. Поэтому Бог дает нам лидера. И в церкви это не демократия. Я хочу, делаю, не хочу, не делаю, нет. В церкви это теократия. И тут будет один Бог, и тут будет один лидер. Вот. И я просто, и знаете, уезжая отсюда, заканчивая этот пост, я хочу, чтобы мы действительно, ну, приблизились к Богу. И чтобы мы передали все то, что мы получили отсюда. И, знаете, самое главное, чтобы мы не позволяли все то, что творится вокруг нас, ну, влиять на нас, все эти учения, которые мы получили здесь. Давайте мы будем людьми царства, и не жили слухами. Потому что слухи потом уйдут, а мы останемся с делами веры. Мы останемся, ну, только с делами веры. Поэтому, пожалуйста, проверяйте свое окружение. Не дружите с людьми, которые сеют легитим в вас. Не дружите с людьми, которые не уважают пастора, которые не имеют церковь, как Сенос. Пересматривайте все свои друзья, и будьте просто фокусированными. Пусть Бог благословит вас. Я не буду повторяться. Было очень здорово. Но я бы хотел поблагодарить пастора Наташу. Она выдержала. Она выставила все восемь уроков. И я вспомнил себя, как в первые дни в церкви у нее. Она нам давала эти вещи. И я как будто бы вот этот маленький, 18-летний мальчик все впитывал. Спасибо вам большое, пастор. Я снова ощутил большую вашу любовь ко всем нам и ко всей церкви. И еще я хотел бы поблагодарить. Меня это, ну, меня это порвало на этом посту. Это книги пастора Ромы и пастора Антона. Большое вам спасибо. Пишите дальше. Пишите дальше, да? Камень, отвергнутый строителями, стал главою угла. А какие камни? И какие строители? Пастор, посольство Божие сегодня отвергнуто всеми. Мы строители, вернее, мы этот камень, а строитель – это Бог. Нет, строитель отвергнутый. Камень, отвергнутый строителями, стал главою угла. Ну, строители – это те, которые ушли от нас. Но не Бог. Но не Бог, да. Да, это те, которые ушли от нас. Я хотел бы еще два слова сказать. Вот у меня на сердце такое уже долгое время. Вы знаете, сегодня такое время, когда каждый должен показать свое истинное лицо. И пастырь Бося говорила, я абсолютно согласен и поддерживаю, что, ребята, если мы считаем себя детьми этого дома, если мы почитаем помазанника Божьего и нашего духовного отца пастыря, давайте прекратим всяческие отношения с теми, кто сегодня… Со строителями. С этими строителями, которые вначале здесь выросли, поднялись, а теперь злословят, оскорбляют, унижают и разрушают доброе имя помазанного Богом человека. Давайте просто проявим свою позицию. Давайте не будем пытаться, извините, одной попой сесть на два стула. Но не хватит попы везде пристроиться. Библия говорит, горе вам, когда все про вас говорят хорошо. Давайте, пускай наш духовный отец говорит про нас хорошо. А враги, пускай злословят нас, если они такие, они имеют на это право. Но давайте не будем идти на две дороги, пытаться и там хорошими быть, и здесь. Быть лицемерами. Нельзя быть лицемером. Просто надо иметь мужество и сказать, если ты оскорбляешь мою церковь, моего духовного отца, я не хочу с тобой общаться. Бог тебе судья, иди своей дорогой, я тебя благословляю. И Слово Божье, пастор подсказывает, и Слово Божье говорит, что в Библии написано, не дружи с теми, и даже не общайся с теми, кто, называя себя братьями, остается злословят и тому подобное, и делают неправедные вещи. С такими даже не общайся. И для этого нужно мужество, позиция и порядочное сердце вообще-то. И я вам хочу сказать, тут речь идет даже не просто в общении. СНЛ ничего вам не дает. Зачем вы его смотрите? Вы предаете ин виктори, все выходят, читают там эти гадости. Это вообще не христианские носители. Не будьте духовными проститутками. Пожалуйста, и учите этому своих людей в церкви. Просто я считаю, что это элементарное предательство Бога. Потому что пастор ведет нас на небо, а они ведут людей в ад. И даже, вы знаете, когда профессор Винсент говорил об Африке, то я провела такую параллель. По сути дела, сегодня христианство находится в таком же состоянии, как и то христианство, которое когда-то... Вот эти священники, которые были в Африке. Понимаете? Это просто проведите параллель. И вы увидите. Я отключила. Я живу в Германии. Мне очень хочется смотреть иногда русское телевидение, знать новости в Украине. Но я просто отказалась от этой тарелки только лишь из-за того, что там СНЛ. Можно даже другие смотреть. Пастор. У меня свой принцип. Поэтому мы благословляем вас во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого. Мы провозглашаем Божье сопровождение, Божье присутствие, Божью благодать, Божью славу, чтобы она сопровождала и шла впереди вас, чтобы эта слава Божья сопровождала вас, чтобы Его сила воскресения всегда действовала через вас, и чтобы менялись обстоятельства, чтобы сокрушились твердые ада, и чтобы земля преклонилась и поклонилась Творцу благодаря вам. И в имя Иисуса Христа идите и меняйте свой мир для Господа. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божье скажет. С праздником! Поздравляем!